Истец Татьяна Чуфистова живет в Москве, занимается предпринимательством, хочет забрать у бывшего мужа свою дочь. Ответчик Георгий Романовский, успешный бизнесмен, заявляет, что бывшую жену интересует не ребенок, а алименты, которые он будет выплачивать на ребенка. Дело в том, что меня постигла участь молоденьких профессиональных девочек. Я влюбилась в богатого человека, осталась зависима от него. А потом он выкинул меня просто как ненужную игрушку. Хотя он сам очень просил от меня ребенка. Я ему родила. Но потом он предпочел жить с нянькой, которая воспитывала нашего с ним ребенка. Прошу не оскорблять. А я оказалась попросту ненужной. Меня как игрушку выкинули. Вы представляете, меня даже к моей девочке охрана не пускает. Полгода я не могу дозвониться ребенку. Со мной как с животным обращаются. Просто до штырку берут и выбрасывают. Что неправда? Потому что охрана пропускает. И еще меня очень сильно волнует, как мою девочку может воспитывать чужая женщина. Я вообще не могу представить. Он старик. Он помешан только на своем бизнесе. Его нянька старая. Что они могут дать ребенку? Он старый закалки. Ее просто в этой квартире запрет и все. Так зачем ты выходила за мной? А у меня есть все. У меня есть квартира. У меня есть свой бизнес. Я открыла салон красоты. Я смогу дать ребенку образование. Я ее обеспечу. На мои деньги, да, открыла салон? На свои деньги. Я сама зарабатываю. Да, ты зарабатываешь. И мне есть что дать ребенку. Я прошу, чтобы она жила со мной. А скажите, пожалуйста, истец, а брак между вами расторгнут? Да, расторгнут. А кто был инициатором расторжения брака? Инициатором была я. Ну потому что он просто меня выбросил, можно сказать. Стал жить с этим. Хочу заметить, мы когда разошлись, я все и оставил. И купил ей квартиру. Подождите, 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 отвечу. То есть вы были инициатором расторжения брака, правильно? И после того, как брак был расторгнут, вы не ставили вопрос об определении места жительства ребенка? Нет. Ну знаете, как получилось? Он, можно сказать, хитростью сказал, ну давай ребенок пока поживет у меня. Ну хорошо поживет, потом все наладится. И представляете, вот до сих пор с того момента я девочку не видела. А сколько времени уже прошло? Полгода. Пожалуйста, ответчик. Во-первых, я категорически против этого иска. И заявляю, что ребенок должен жить со мной. Потому что это мой поздний ребенок, я его люблю, я человек состоятельный, смогу его обеспечить во всем. Но дело в том, что она как родила ребенка, так сбросила ее на няньку. Занималась своим прежним занятием, ходила по ресторанам, тусовкам и всяким заведениям. Дело в том, что она, значит, фотомодель, и даже грудью не кормила своего ребенка, боялась испортить свою фигуру. Ваша честь, а почему я не могу себе позволить гулянки? Что в этом такого? Ну с ребенком кто должен был оставаться? Няня сидела с ним, это ее долг. Так вот, все последующие годы ребенком занималась няня. А годы это что вы имеете в виду? Все пять лет практически воспитанием ребенка занималась, конечно, няня. Последние полгода это просто уже, теперь уже другая семья получилась, и няня уже законной женой стала. И вот так девочка привыкла к этой няне, что она стала называть ее мамой. И практически ее мы вообще не видели, потому что она все время была занята в своем бизнесе. Ответчик, скажите, пожалуйста, а вот причины все-таки расторжения брака вы можете мне пояснить? Причина, я хочу оставить девочку себе, потому что она не была для нее настоящей матерью. Если она даже грудью ее не кормила. Разве в том, что кормишь грудью или нет, заключается настоящая мать, да? А сейчас дело в том, что ей нужны алименты. Алименты как раз она хочет за счет девочки строить свою жизнь. Она привыкла тратить деньги, когда была замужем за меня. Разговор идет о семи миллионах, между прочим, в год. Так что это весомая такая цифра, о которых стоит здесь даже сказать. И ради этих денег она хочет отнять дочку от отца. 25% это будет составлять 7 миллионов? Да, порядка 7 миллионов. Потому что там большое дело, и не одно дело, и акции большую роль играют. Я сомневаюсь, что эти деньги она потратит на ребенка. Не нужно говорить, что мне нужны его деньги. У меня есть свое дело, и я вполне могу обеспечить сама ребенка. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, истец, что вы получили при разделе совместно нажатого имущества? Я ничего не получил. Да не вы. Не совсем. Я купил квартиру, а бизнес я сама открыла. Все дело в том, что все было приобретено. До брака. До брака. То есть делить было нечего. Но благородный ответчик, в общем-то, на свои деньги купил квартиру при разводе и подарил ей эту квартиру. То есть, в принципе, еще даже, ну скажем так, откупился, я не знаю, как это у вас было сказать. Ой, то есть надо было просто меня на улицу выгнать, иди, я буду с нянькой. Вы знаете, сейчас не идет разговор. Ее никогда не интересовала дочь. Ей, как раз, нужно было бы только деньги. Хорошо, ну будем так, в кавычках, чтобы не обидеть никого. Но все-таки это раздел имущества. Вы подписали соглашение. Скажите мне, пожалуйста, вот размер денежных средств, которые вы передали юстиции при подписании этого соглашения, сколько? Ну, помимо того, что вы купили квартиру, сколько денег вы еще выплатили? Как алименты. Он платит алименты буквально 120 тысяч каждый месяц. Перечисляет. На содержание жены. На содержание ребенка, да, не считая того, что... На содержание ребенка? Как алименты, да, как алименты. Ребенок не со мной, что мне? Мне ничего не достается. Нет, подождите, при всем при том, что он не со мной, ведь не было при разводе, скажем, места, где проживает ребенок, не было учтено. Поэтому по доброй воле ребенок проживал с вами. Слава богу, что он до пяти лет, между прочим, это тот возраст, когда малолетняя девочка, тем более, должна жить с родителями, прежде всего с мамой. Это большое счастье, что все-таки до пяти лет она воспитывалась с вами. Но после того, как вы развелись, вот, к сожалению, там получилось так. Папа, честно говоря, не совсем законным образом забрал ребенка на какой-то период, сказав, что... Ну, потому что какая она мать, если она так относится к ребенку? То есть, простите, пожалуйста, если я правильно понимаю, что сейчас ребенок проживает вместе с ответчиком, но ответчик выплачивает истицу 120 тысяч. Да, истица все равно выплачивает алименты, ну, как по закону, понимаете? А в результате дочь находится с ним. Мы провели всю необходимую, в общем-то, результат наших исследований. Могу сказать только одно, что жилищные, конечно, материальные условия вне конкуренции у отца, это, конечно, лучше. Но пять лет девочке, девочка очень хорошо развита и вполне адекватно может отвечать на вопросы наших психологов. И могу сказать только одно, что на сегодняшний день ребенок папу, вы знаете, ну, просто до умопомрачения любит, понимаете? Няню на сегодняшний день вызывает действительно мамой. Ну, что касается мамы, когда идет разговор о маме, да, девочка хорошо отзывается, но это как, ну, знаете, к знакомой тетеньке, не более чем, вы понимаете? Да, она ваше время называет мамой. Как вы думаете, за эти годы ребенок... Говорит прежде всего как раз о том, прежде всего, что в свое время именно внимания матери было уделено ребенку недостаточно. Достаточно было. Вы знаете, вот если было бы достаточно, ара мать прежде всего, тем более девочке пять лет, когда ей будет семнадцать, я не знаю, как она будет... Вот моя нынешняя жена может все подтвердить. Она здесь в качестве свидетелей. Поэтому, конечно, вас никто не лишает здесь родительских прав, понимаете? Но при всем при этом, несмотря на то, что вы разведены, но родителям вы все равно остаетесь до конца. Поэтому, если вы сейчас, вот даже в такой ситуации, не найдете между собой контакт, извините, ваш ребенок останется либо без мамы, если он будет жить с папой, либо без папы, наверняка, если суд присудит... Ваша честь, если ребенок останется с ним, я вообще его даже никогда не увижу больше. Нет, это не так, костец. Это не так. Это вы сейчас просто так себе решили, понимаете? Через судебного пристава. Передайте, пожалуйста, ваше заключение. Вам органы опеки и попечительства задали вопрос. Если родители раздельно проживают, и один из родителей препятствует другому в принятии участия в воспитании ребенка, этот родитель идет в органы опеки или в суд идет об установлении графика общения с ребенком. Вот и все. Мне кажется, вы будете вливать на все. Нет, простите, пожалуйста. У нас есть принудительное исполнение судебных решений, есть уголовная ответственность за неисполнение судебных решений. Я поняла. Пригласите, пожалуйста... Потому что она стала для нее роднее, чем... Когда она была вашей няней, вы ей доверяли воспитание ребенка? Вы довольны были, как она воспитывала девочку? Пригласите, пожалуйста, в зал свидетелей ответчика. Как только она стала почему-то женой... Свидетелей ответчика, пройдите. Вы думаете о интересах ребенка, а не о своих гор... Ваша честь, в настоящее время я являюсь женой ответчика. Несколько мне неудобно перед Татьяной, так как я вроде бы заняла роль в настоящее время жены и матери ее ребенка. Не надо матери говорить. Но если быть честной, то она сама виновата в этом. Выйти замуж за богатого, это еще не значит, что она счастлива должна быть. Надо что-то и самой дать взамен. Надо дать и любовь мужу, и ребенку. И надо дать все остальное, и внимание ребенку. Меня в семью взяли нянечкой, когда я... Ну, ребенок только родился, с первых дней. Я думала, молодая мама, она еще не знает, как обращаться с ребенком. Естественно, ей надо помощь более старшего человека. Я пришла в роли нянечки. Но потом посмотрела, что это действительно ребенок одинокий, брошенный. Мать на нее вообще не обращает внимания. Мать только сидит день за телефоном, за компьютером. Что вы наговариваете? То она пошла по магазинам за нарядами покупать. У вас были обязанности сидеть с ребенком. Какая вам разница, чем я занималась? Няне, но не обязанности мамы. Вот няне были и были. Вот именно она. Она выполняла твои обязанности. И если бы мне сказали, что ты идешь на роль мамы, я бы еще подумала, пойти мне или нет в такую семью. Я, как любой мужчина, целый день на работе. Новый вечер и все выходные я провожу с ребенком. И поэтому мой бизнес когда-нибудь закончится. Я все равно все это оставлю своей дочери и буду все время с ней. Поэтому я вас прошу оставить ребенка у нас. Ваша честь, я тоже работаю. Я тоже обеспеченный человек. Лучше вы этого не говорили. Понимаете? Ну, когда-то можно понимать, что вы в суде, а не с подружкой по телефону разговариваете. Кто будет сесть с ребенком? У меня есть люди, которые занимаются моим бизнесом. Так, все понятно. Суд удаляется от принятия решений. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, заслушав представителей органов опеки и попечительства и приобщив их заключение к материалам дела, опросив свидетелей со стороны ответчика, рассмотрев представленные документы, в иске об определении места жительства ребенка по месту жительства матери считает необходимым отказать. Определить место жительства ребенка по месту жительства отца. Суд определил место жительства малолетнего ребенка по месту жительства отца, потому что считает, что по месту жительства отца имеются наиболее благоприятные условия для жизни девочки, для ее развития и воспитания, чем по месту жительства матери. При разрешении спора суд также учел, что в настоящее время ребенок проживает совместно с отцом. Девочка окружена заботой и вниманием, отцовской любовью, которую она не видела со стороны матери. Суд также учел то обстоятельство, что девочка очень привязана к отцу и его нынешней супруге, которая с теплотой относится к девочке. Это подтверждается заключением, которое были даны психологами при опросе ребенка в органах опеки и попечительства. Вы, естественно, при подготовке к судебному заседанию даже не соизволили посмотреть заключение психологов. Суд огласил свое решение. Дело заканчивается. Решение суда. В иске отказать. Все равно он просто так от меня не отделается. И дочку вернет, и деньги платить будет. А я советую своей жизнью прежде всего воспитать себе мать, а потом уже воспитать своего ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова